В Тирасполе открыли Центр добровольцев по подготовке к 80-летию Победы. В него могут записаться школьники и студенты, будут помогать ветеранам, приводить в порядок мемориалы. Такие центры, как в Тирасполе, открывают в России и еще в десятках стран по всему миру. Центр добровольцев будет работать при ДДЮТ в Тирасполе. На открытии была Татьяна Паята, бывшая узница фашизма. Ребенком она выжила в концлагере. Студентам и школьникам рассказала историю о безымянных героях. Во время Великой Отечественной в Псковской области нашли неразорвавшийся снаряд. В нем послание от узников-терасполчан. Фашисты их угнали работать на военный завод в Германию, город Шварцхаузен. Там на заводе наши люди и создали группу сопротивления. Вместо боевых снарядов выпускали холостые. Не было взрывчатки в этом снаряде. Там был песок, мусор. Когда все это разобрали, значит, нашли записку. И в записке был, значит, такой текст был, что помните о нас. Это наш не первый и не последний снаряд. Мы, группа сопротивления, 12 человек, тирасполчан, находимся на принудительных работах на немецком военном предприятии, которое выпускает вот эти снаряды. Мы хотим принять участие в приближении нашей победы. Мы здесь в нечеловеческих условиях живем. Сырость, голод, холод, болезни. Но мы свой маленький вклад вносим в нашу победу. Помните о нас. Ни одной фамилии, ни одной подписи. Мы знаем не всех тех героев, которые были на самом деле героями. Очень много безвестных, очень много без вести пропавших. И вот это надо всегда помнить. Здесь и дальше планируют проводить уроки истории. Рассказывать молодежи о героях Великой Отечественной. Это международный проект к 80-летию победы. В Приднестровье присоединилось к этому огромному международному проекту, который был запущен в Москве 21 октября 2024 года в Музее Победы на международном фолл-руме волонтеров Победы. Такие центры сейчас открываются не только в России, но и за рубежом. До конца года они появятся еще в 60 странах мира. Центр будет готовить волонтеров и помогать в проведении мероприятий, памятных и праздничных мероприятий 80-летия Победы. Добровольцы будут помогать ветеранам, приводить в порядок мемориалы. В центр приглашают студентов и школьников старше 14 лет.